Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют Ольга Валерьевна, сумку покажите А что это вы, Павлович, на подработку пошли? Сами дежурите? Держите Ой Что это у нас? Икра А как она у меня в сумке оказалась? Эдуард Михайлович, у нас ЧП Я ее не брала Какая мерзость Ольга Валерьевна, вы уволены Нет, нет, подождите, меня подставили Да перестаньте выкручиваться Кто вас хотел подставлять? Я не знаю Вызывайте полицию А это уголовная статья Что? Что я могу сделать? Заявление по собственному желанию Это все, что я для тебя могу сделать Если завтра До 12 часов у меня не будет заявления Я тебя посажу Поняла? А теперь пошла вон! Детектив Лукин встречался с другом юности Который проездом в другой город остановился в номере гостиницы Подвезите меня, пожалуйста Садитесь Спасибо большое У вас неприятности? Катастрофа Меня сегодня обвинили в воровстве В воровстве? Давайте-ка поподробнее Сегодня после смены я шла домой Меня остановила охрана Ольга рассказала Игорю Петровичу Что с ней произошло в конце рабочего дня Да, неприятная история Вы считаете, вас подставили? Да я уверена в этом Две недели назад я оформляла бронь на заказ Банкета в ВИП-зале А почему-то он слетел Скандал был жуткий Значит, вас выживают Почему? Недавно мне назначили управляющий ресторан Понимаете, я шесть лет отпахала в этой гостинице Вот дождалась повышения А теперь А кому выгодно ваше увольнение? Многим Возможности на повышение у нас не так много, поэтому А вы можете на завтра взять больничный? Да А директор ваш во сколько приходит на работу? Около девяти утра Ну и договорились Завтра утром я сразу к нему приеду Спасибо На следующее утро детектив, как и обещал клиентке Ольге Игнатовой Приехал в гостиницу А вы ко мне? Да Прошу Спасибо Лукин рассказал помощнице Наталье о случае в гостинице и поручил ей поговорить с персоналом Здравствуйте, я хотела бы заказать банкет Это вам к управляющей По коридору направо Ее Светланой зовут Спасибо А вы по какому вопросу? Лукин Игорь Петрович Частный детектив Я по поводу Игнатовой Ольги Валерьевны Так и знал И что она там еще натворила? Да, да Доброе утро Здравствуйте Вы ко мне? Вы Светлана Да Мы расследуем случай с пропажей икры Скажите, как по-вашему Зачем Игнатовой понадобилось красть эту икру? Это же ведь так рискованно Она только что получила повышение, новую должность Это ведь очень рискованно Не умно и нелогично, правда? Да она же беременная А вот на икорку-то и потянула Беременная Да Она вам не сказала? Да она от всех скрывает Кстати, можете у ее мужа у Стаса спросить Он здесь электриком работает Я по поводу вчерашнего происшествия с икрой Значит, вы хотите выяснить истину Вот именно истину И поэтому хотел бы посмотреть записи с камер наблюдения Если это возможно Конечно Павел Павлович, зайди ко мне в кабинет Хитрая бестья эта, Ольга Игнатова А вы, значит, решили ее защищать Скажите, а что это за случай с аннулированием VIP-банкета? Никакого случая Просто она работать не умеет Вот и все Нам недавно программу новую поставили по бронированию А Ольга в ней до сих пор не разобралась Вот сама аннулировала Она всех вину сбрасывает А как по-вашему, Светлана, почему Игнатова никому ничего не сказала про свою беременность? А кто бы ее взял на эту работу, на эту должность, да еще за такую зарплату? Она же хитрая Интересно Еще и меня подставила Мне теперь двойную нагрузку нести Пока ей замену не найдут А где у вас хранится вот эта самая икра? В специальном холодильнике Ключи от него здесь В этом кабинете А может быть, вы мне покажете этот холодильник? Пожалуйста Спасибо Вызывали? Это частный детектив Игорь Петрович Павел Павлович По поводу Игнатовой и украденной икры Надо помочь Павел Павлович, мы же можем предоставить детективу записи с камер внутреннего наблюдения Надо установить истину Попробуем Ну и прекрасно Ну а мне нужно заниматься делами Игорь Петрович, я попросила Светлану показать нам, где находится икра Хорошо О, у вас и здесь камера висит Они у нас везде И в ресторане тоже А я к вам А здесь есть запись, которая фиксирует, как Игнатова кладет икру в сумку? Нет Такой записи здесь нет А что здесь есть? Вчерашняя запись с поста охраны То есть, на которой видно, как вы у Игнатова в сумке находите икру? Ну да Ну что ж, хорошо Спасибо Пожалуйста Показывайте Игнатову Ольгу, недавно назначенную на должность управляющей рестораном, обвиняет в краже нескольких банок черной икры Директор ресторана предлагает Ольге написать заявление по собственному желанию Детективы берутся за расследование Ну вот в этом холодильнике у нас хранятся деликатесы Пожалуйста Значит, на записи с этой камеры должно быть видно, кто и когда от кровохолодильника доставал к иру Ну да, конечно Нет такой записи, сломала вчера эта камера Интересно получается, вчера сломалась Значит, она и сегодня не работает? А вот сегодня она как раз и работает Ее Стасик только что починил Варвара Петровна, здрасте О, лео, как-то помине Ну расскажи человеку, как ты камеру сломал В смысле, починил? А у вас претензии к моей работе? Да нет, у меня претензий нет Я частный детектив, моя фамилия Лукин Так как все-таки дело-то было? А, мне жена о вас говорила Я Стас Игнатов, муж Оли Игнатовой Да там на пять минут контакты Понятно Вы уж помогите, пожалуйста, Оле Она места себе не находит Постараюсь Спасибо вам за информацию Да, не за что Светлана, скажите, а кто еще мог открыть этот холодильник, кроме Ольги? Тот, у кого есть ключ от кабинета управляющего А что с Олей будет? Жалко девоньку Да разберемся Если она ни в чем не виновата, очень скоро выйдет на работу Не придется вам походить в две смены А я работы не боюсь Я видел в коридоре, возле кабинета управляющего ресторана есть камера наблюдения Да, все записи имеются Вам за вчерашнее число записать? Да, мне нужно видеть всех, кто входил в кабинет Ольги Хорошо, сделаем Спасибо Ты меня здесь дождись, я еще раз с директором переговорю Какой неприятный тип этот, начальник охраны Поверь мне, директор не лучше Он ведь знал о беременности Ольги Алло, Ольга, это Игорь Петрович беспокоит Как вы себя чувствуете? Хорошо Вы не могли бы к нам в офис подъехать? Ну, скажем, через час Хорошо, буду ждать Поверь Здравствуйте Познакомьтесь, это моя помощница Наталья Вы присаживайтесь Спасибо А вы знаете Я сегодня утром вспомнила, что недавно мне прокололи шину И я опоздала на деловую встречу Ольга, а почему мне не сказали, что вы беременны? А откуда вы знаете? Да вся гостиница только об этом и говорит Неужели Стас проболтался? Возможно Это моя вторая беременность Первая закончилась выкидышем Ну вот подруга мне посоветовала никому не рассказывать Ну знаете, чтобы не сглазить Ольга, хочу вам сказать, что записи, на которые было бы видно Как была украдена экрана, нет Хотя буквально вся ваша гостиница нашпигована видеокамерами Я думаю, что это плюс в вашу пользу Ну вот, я не воровка Давайте мы посмотрим запись видеокамеры, которая установлена возле вашего кабинета Ведь ключи от холодильника хранились в ящике вашего стола Да, и об этом многие знают Пойдемте Да, в вашем кабинете, судя по записи, побывало достаточно народу Ну-ка, поясните, кто это заходил и зачем Стас приходил налаживать кондиционер А, Света забыла флешку, вернула забрать ее Она оставалась в кабинете одна? Да, директор меня вызвал в зал, там произошел конфликт с вип-клиентом Ну а я главный спец по разрешению конфликтных ситуаций И часто такое происходит? По-разному, когда-как, в последнее время часто Позавчера тоже была такая ситуация Так, получается, Светлана могла подбросить вам икру? Да, к тому же она положила глаз на моего Стаса Ничего себе, вы так спокойно об этом говорите? Вот, смотрите Ну, у троих посетителей была с собой тара, в которую, в принципе, можно было положить банки с икрой Только непонятно, зачем это нужно уборщице и электрику? Ну, Стас на такое не пойдет Зачем ему это надо? Зарплата у него мизерная Считай, второй год живет за мой счет Если меня не восстанавят, мы помрем с голода Так, ну вы не волнуйтесь, вам о плохом думать вредно Ну, в крайнем случае он устроится на вторую работу Конечно, найдет Я его и так с трудом уговорила электрикам пойти Я думаю, это Света Скажите, Ольга Есть у вас в ресторане свободные вакансии? Ну, хочу помощника своего устроить Пусть ситуацию изнутри изучат Да, нам все время требуются грузчики Ну, хорошо Вывод, что вы возвращаетесь домой, а я вам еще позвоню Спасибо вам большое Или вы меняете товар, или возвращаете деньги Иначе мы с вами работать не сможем Все, пока А я смотрю, вы как-то рьяно взялись за расследование Может быть, вам у нас номер в гостинице снять, чтобы не ездить туда-сюда? Ольга Игнатова не воровка Ну, во-первых, камера видеонаблюдения, установленная возле холодильника В самый интересный момент, когда икру воровали, не работала Электрик сказал, что поломка была пустяковой, проводок отошел Я думаю, все это не случайно А может и случайно? И во-вторых, Ольгу уже дважды подставляли по службе За что она имеет два выговора Да бросьте вы Просто в ее положении трудно сконцентрироваться Не тем голова занята А то есть, по-вашему, колесо тоже она сама себе проколола? Вы еще вспомните всю эту теорию заговора Эдуард Михайлович, там Кушаков и Рыбин пьяные валяются А скоро машина должна подъехать с овощами Значит, найди других грузчиков А где же я их найду? Сама тогда будешь разгружать С кем приходится работать? По заданию Лукина, помощник детектива Егор, приехал в гостиницу устраиваться на работу Стас? А? А ты сделал то, что обещал? А я что-то обещал? Короткая у тебя память А вот я своих обещаний не забываю Возможно, тебя скоро сделают главным инженером по технике безопасности Светка, ты настоящий друг Только друг? Извините, а что вы здесь делаете? Это служебное помещение Я пришел на работу к вам устраиваться А, на работу На работу, это очень здорово Пойдем На работу, на работу Так, это относишь на склад Прямо и направо Потом возвращаешься, чтобы овощи разгружать Я смотрю, нашли вы грузчик А вы сомневались Похоже, Ольга брава И у Стаса Роман со Светланой Так может, Ольга-то любовница муж подставляет, а? А я их в подсобке застукал Ну, точнее, почти застукал Я, кстати, тоже времени зря не теряла Я пересмотрела видеозаписи с гостиницы И смотрите, что я обнаружила Посмотрите, когда Светлана заходит в кабинет Ольги Она отряхивает зонт Ну Там икра, что ли? И две воблы Вчера была ясная погода Гениально А Ольга признала эту запись, как вчерашнюю? Не знаю Хоть Ольга и наша клиентка, но где-то она схитрила Так что получается, это она икру стырила? Да Ну и как с ней теперь разговаривать? Оль, для нас сейчас главное, чтобы ребенок здоровый родился Ну, зачем вы ее расстраиваете? Понимаете, у нас один день похож на другой А меня, как назло, два дня подряд вызывали в зал из-за конфликтов Я даже сразу не сообразила, что на записи другой день Скажите, а вчера Светлана к вам в кабинет заходила? Ну да Конечно, заходила Только я не помню Я помню, что вчера, когда выходила, дверь на ключ закрывала А вы что, меня подозреваете? Да если вы хотите знать, у меня аллергия на эту икру Я ее вообще на дух не переношу Ну, а коллеги ваши считают наоборот Что мотив кражи, это прихоть беременной Вам дико захотелось этой икры Я как-то сразу даже не вспомнила В таком шоке была А с банкетом этот точно меня Светка подставила Больше некому И шину тоже она могла проколоть Она знает, где я машину оставляю Оль, прекрати, пожалуйста Оставьте это дурацкое расследование А ты что? А ты что, так за Светку, что ли, испугался, да? Ты думаешь, я не знаю, что вы с ней по углам третесь? Вот что, дорогой мой Мне уже надоело чувствовать себя идиоткой Послушай, хватит нервничать Подумай о ребенке Я найду возможность зарабатывать А что ж ты раньше не нашел эту возможность? Ты два года живешь за мой счет Да потому что я искал работу по специальности А ты мне эту гостиницу Вот и нашел бы ее по специальности Игнатову Ольгу, управляющую рестораном гостиницы, обвиняют в краже Ольга беременна и вряд ли сможет устроиться в другое место Детектив выясняет, что муж Ольги может желать ее увольнение Следствие продолжается Оригинально у вас в туалете обои? Действительно Остатки моей прошлой жизни А вы кто по специальности? Инженер, он изобретатель Вечно у него идеи какие-то завиральные И мать его тоже во всем поддерживает Вот взрослая женщина, а как ребенок Оставь мою мать в покое Она в отличие от тебя в меня верит А я тоже раньше верила, а теперь устала Знаете, какая между нами разница? По мне лучше синица в руке А он все о журавлях мечтает Алло, Наташа Тебе задание Ну-ка пробей мне информацию На Станислава Игнатова Записывай Дом с привидениями? Нет В уже расселенной аварийной московской многоэтажке Ночью шумят нелегальные мигранты Живущие по соседству люди Уже давно пишут жалобы на соседей Среди которых, говорят, есть даже угонщики автомобилей Визит полицейских и сотрудников ФМС Запечатлела на видео наша съемочная группа Рассказывает Кирилл Алексеев Ну что удалось выяснить, Астасий? Он окончил престижный технический вуз По специальности инженер-изобретатель Работал в фирме, которая проектировала плуги, комбайны Что-то в этом роде Патентов у него куча И грянул кризис, да? Да, верно Фирма прекратила свое существование Потеряла заказчиков А Стас стал безработным Верно Игорь Петрович, я только одного не понимаю Вот то, что Ольга, жена Стаса, потеряла работу Ему что, от этого проще стало? Я думаю, мужское самолюбие Стаса Может сильно страдать от того, что жена занимает более высокую должность Получает более высокую зарплату Я думаю, пора с ним уже поговорить И желательно без жены Алло, Ольга Здравствуйте Вы сейчас дома? А, у врача Да нет, нет, вы не беспокойтесь Я перезвоню потом Ага Вот все удачно Я поехал Вот знакомьтесь, моя мама Тамара Сергеевна Очень приятно, Игорь Петрович Вы извините, у меня работа еще Пойдемте, я вас чаем напою Стасик скоро освободится Знаете, такая удача Стасик себе новую работу нашел Правда, боюсь, Оленька опять не оценит его выбор Почему? Если не секрет Работа в другом городе А Оля делает свою карьеру здесь Ну, вернее, делала Еще не все потеряно Я имею в виду карьеру Ольги А Стас? Ну, он же деградирует в этой гостинице И вообще, какие там женщины Одна света чего стоит Она же Стасу прохода не дает Да уж, бедный Стасик, как же ему тяжело Спасибо за чай, все было очень вкусно Стас, а ведь это вы и сделали Да, это мое последнее изобретение Я о проколотом колесе И о банках с окрой Вы с ума сошли? У вас была возможность Заменить запись камер наблюдения Во-вторых, работа Ольги мешает Вашему профессиональному развитию Да Как складно у вас все получается Да, я бы многое отдал Чтобы вытащить Олю из этой гостиницы Но рисковать ее здоровьем И жизнью собственного ребенка Это Да, Оль? Что? Ты где? Не плачь, не плачь Еду, еду, все Она в больнице У нее угроза выкидыша Поехали, вас подвезу Да И барахло свое забирай Красота Светлана, что произошло? Я сам догадаюсь Директор вас кинул И на должность управляющего ресторана Вместо Ольги не назначил Так? Не назначил? Сволочь А ведь говорил, что видят В должности управляющего только меня Но уволить беременную не может И тогда вы подложили Ольге икру Икру? Нет Да, банкет аннулировала я Вирус компьютер тоже я запустила Ну, а что уж сейчас скрывать Да, я хотела, чтобы ее уволили Это понятно Понятно? Что вам понятно? На эту должность назначили какую-то Диану Круглову А кто ее вообще знает? Откуда она взялась? Ее никто не знает Интересно А Стас сейчас в гостинице? Да Ну, он-то мне и нужен Стас, а можно восстановить запись Если она была удалена? Я попробую Ольга тебя как чувствует? Да ничего, спасибо Все хорошо уже Ложной тревогой С больницы уже отпустили Вы? Принес интересное кино Посмотрим? А что там? А там ваш приятель Занимается нехорошими вещами В отсутствие Ольги Игнатовой Он заходит в ее кабинет Открыв дверь своим ключом А в руках у него Я выполнял приказ Я так понимаю, ваш приказ А что мне оставалось делать? Я человек зависимый Мне хозяин гостиницы приказал Назначить управляющей Диану Я не знаю, на какой панели он ее нашел А у меня уже была назначена Игнатова Ее просто так не уволишь Она же беременная Вы теперь послушайте меня Враг беременных сотрудниц Или вы восстанавливаете Ольгу В прежней должности Или я к расследованию подключаю полицию И устрою вам такую комплексную проверку Мне от них ничего не нужно Я отказываюсь работать в этой банке с пауками А вы, Ольга, не спешите Не нужно принимать опрометчивых решений Ольга у вас будет работать До самого декретного отпуска И вы выплатите ей все, что положено Я согласен Я на все согласен Станислав нашел работу О которой долго мечтал Супруги переехали в другой город У них родился мальчик Ольга воспитывает сына И заботится о муже Пятый канал И объединение телевизионных компаний Представляют По пути с работы Частный детектив Насонов Стал свидетелем несчастного случая Вот ты так гоняешь Так шею свернуть недолго Цела, нет? У мамочки в глазах потемнело Ну давай, садите потихонечку Давай, аккуратно Сейчас ты скорую вызову Не надо скорую Ящи маме позвоню Он меня заберет Ох, ты куда-то телефон посеяла Да выронила, наверное, когда грохнулась Сиди спокойно, сейчас я ее найду Нашли? Да не просто так упала Какой-то мерзавец леску здесь натянул Буду на него посмотреть Надо звонить маме, я ее дождусь Пойдем на скамейку Вставай Нога нормальная? Все нормально Соня В больницу надо срочно Еще полицию надо вызвать Она не просто так упала Вот там между деревьями кто-то леску натянул Это возмутительно А вы кто, простите? Я частный тыкиф, я случайно мимо проходил Поймайте, пожалуйста, этих хулиганов Чтоб другим не повадно было Господи, мерзавцы Ну вы посмотрите, что с девчонкой сделали Ну давайте попробуем Рука болит? Не, не все равно Вас в больницу отвезти? Нет, спасибо, не надо Мы тут рядом живем Я скорую сейчас на дом вызову Я вам позвоню завтра? Ну давайте Давайте только с утра, хорошо? Утром следующего дня Алексей Насонов зашел навестить Соню У нас подозрение на сотрясение мозга Нам сказали дней 10 дома сидеть А точнее лежать Да я сейчас лягу, мам Вот, смотрите, нашла Кто-то снял мое падение И выложил его в сеть Какой-то нигдет Мертвец по-английски А скажи, пожалуйста, у тебя в классе есть враги? Ну или здесь, во дворе? Нет, врагов нет Если были бы, я бы сама с ними разобралась Понимаете, мы в новой школе недавно Это элитная гимназия Лингвистическая И там учатся дети обеспеченных родителей А я продавщица простая А как же вас туда приняли? Вынуждены были принять Ее папа военный Орденоносец Погиб от ранения Ну а тебе там как? Не чувствуешь себя белой вороной? Может, надо было что-то попроще подыскать? Нам не надо попроще Я закончу лучшую школу И поступлю в лучший вуз Нравится это кому-то или нет? Ну, мне такая позиция, например, очень нравится Скажи, пожалуйста, у тебя есть фотография класса? А, да, конечно Мамуль, принеси, пожалуйста Слушай, а где сейчас твои одноклассники тусуются-то все? Все же каникулы Те, кто не разъехались Обычно в сквере Рядом со школой Или в кафе каком-то Ну, я не знаю Вот Сейчас я пересниму быстро И тогда еще раз осмотрю место происшествия Может быть, что-нибудь еще интересное найду Все, спасибо Управляйся давай Спасибо Я вас провожу Детектив Насонов вернулся на место происшествия И нашел кусты, из-за которых велась съемка Вообще-то здесь не туалет Здрасте А, я вообще-то в курсе Я частный детектив Скажите, пожалуйста, вы не видели, как вчера у вас здесь девочка упала? На роликах, которая каталась? Да нет, никаких девочек не видел А ничего вот в этом месте подозрительного не видели? Может быть, вот здесь кто-нибудь прятался, а? Тут шпаны тут хватает И на великах, и на роликах Детишкам погулять негде Того и глядишь, шивут А в котором часу это было? Ну, где-то в шестом часу вечера А, пошивался тут один Так, и как же он выглядел? Да как они, как все они выглядят Роллеры-броллеры, как их там, пёс знает Штаны пузырем, темные очки, капюшон на голове Я думал, он нагадить хотел, так я его погнал А вот если что, опознать его сможете? Ну, фотку принесите, попробую Спасибо вам Идите сюда Вот, гляньте Одноклассники Соню, походу, не любят Смотрите, какие комментарии к видео Две секунды, полет нормальный Западлый ангел Да, уроды, еще глумятся Возможно, кто-то из них подложил Соне свинью Но из-за того, что она не принадлежит К их высшему обществу Ну, или отказала кому-нибудь в любви Значит так, ваша задача Поговорите с классным руководителем Соне Она, скорее всего, должна знать врагов Соне Потом в сквер, где тусуются и одноклассники Да, Данила, еще с тебя Попробуй установить компьютер, с которого выкладывали видео Давайте вперед Наташа больше трех часов гуляла по скверу Пока не появилась Лиза Сокольская и Артем Котов Которых она узнала по фотографии Смотри Ну Молодец Ты, кстати, видел, как твоя Сонька упала? Она не моя Что, не нравится с попорченной мордашкой? Или не понравилось, как она тебе через бедро приложила? Больно было, Артемушка А тебе что, завидно, что не твоя задница на ее месте была, да? Ну, подставляй Убери свои лапы Бедная Сонечка Сейчас, наверное, в гипсе лежит Ее проблема, понятно? Соня Фокина упала с роликов, споткнувшись о натянутую леску В гимназии, где учатся дети богатых родителей Красивая и умная Соня у многих вызывала зависть и злобу Хотя ее мама была простым продавцом В ходе расследования детективы выяснили, что Соня При всем классе приемом уложила на пол Артема Котова Который посмел невежливо с ней обойтись Детективы проверяют его причастность к инциденту Кунцевское кладбище столицы стало вотчиной настоящих черных риэлторов Иначе не назвать, полицейские подозревают Ну что, есть новости? Да, Алексей Викторович Смотрите, это фотография Артема Которого Соня на глазах у всего класса поставила на место Так что у него есть мотив Дворникова опознал? Ну, он сказал, что вроде да, но он не уверен Потому что парень был в черных очках и в капюшоне У тебя что? Да, что касается Артема Классная сказала то, что он серьезно занимается фото и видеосъемкой И даже собирается поступать в институт телевидения А видео было отправлено из интернет-кафе неподалеку от дома Сони Ну так получается это Артем Только как его уличить? Нам бы в компьютер было забраться и поискать это видео Ну или в телефон А у меня есть идеи Данила пришел домой к Артему Проходи, чувствуй себя как дома Так, что ты хотел? Итак, у нас на днях будет корпоратив в честь десятилетия нашей фирмы Я бы хотел заказать тебе небольшой фильм о нашей фирме для каждого гостя Хорошо, а откуда ты знаешь, что я снимаю? Одна знакомая сказала, уверяла то, что ты настоящий профи Ну пока еще нет, но я хожу на семинар к одному известному оператору на федеральном канале И он говорит, что у меня одни из самых лучших работ О, так ты будущая телезвезда? А можно посмотреть твои работы? Да, сейчас, секунду Выйду на рабочий стол Красивая девушка Фотомодель? Не важно, давай я лучше тебе свои клипы покажу А ты не против, если я побольше скачаю и покажу своему шефу? Просто без его утверждения я не могу принять решение А, ну хорошо, качай Сейчас я за водой только схожу, вот в этой папке Ну что, как? Спасибо Я позвоню тебе на днях Ты у него весь архив скачал, что ли? Да, чисто случайно Смотри-ка, у него тут целый каталог фотографий только одной Сони Она у него и на рабочем столе Он ее либо любит, либо люто ненавидит Ну, в этом бывает порой непросто разобраться Смотри-ка, файл с датой как раз дня преступления Возможно, это то, что нам надо Ну да, хорошую хату тебе родаки подарили, круто Все, хватит меня снимать И то верно Пойдем с девчонками в спальню сфоткаемся Ой, не, я тороплюсь, все, давай камеру Да на, на Девчонки уже готовы, потом жалеть будешь Вот золотая молодежь, а? Артем отказался от групповухи Уж не к дому ли Соню он торопился Видео Соня удалила, а это оставил? А ты Олежек от этого проверил, нет? Да, он живет в новой башне на Сухаревой площади Тогда такой вопрос Успел бы он от этой башни добраться до дома Соня Натянуть леску и занять место в засаде за 20 минут Точнее за 19 Соня на моих глазах упала ровно в 17 часов 11 минут Можно провести следственный эксперимент Ну что, хорошая идея Давай-ка к этой башне, я тебя буду ждать около дома Соня Ну что, молодец, быстро бегаешь Еще 4 минуты осталось Как раз леску натянусь С Артемом пора поговорить Звони ему, назначай встречу от моего имени Детектив Насонов приехал к скверу у дома Артема Здравствуйте А вы шеф того парня, который фильм заказывал? Здорово, Артем Я шеф детективного агентства И разговаривать мы с тобой будем не о фильмах Нифига себе, о чем же тогда? Я занимаюсь делом с Соней Фоминой Она же просто упала Нет, Артем, она не просто упала Она споткнулась о специально кем-то натянутую леску Вы точно это знаете? Абсолютно точно Как ты думаешь, что мог сводить на счет? Без понятия А скажи, пожалуйста, где ты был вчера в 5 часов вечера? Вы думаете, это я натянул леску, да? Хотите мы алиби проверить? Какой он молодец, начитный мальчик В 5 вечера где был? Вы сначала корочку ментовскую приобретите А потом вопросы задавай себе, хорошо? До свидания Ох, тяжело тебе будет в жизни, а? Алло, Лиз Привет Можешь, пожалуйста, выйти сейчас? Да, я подойду к твоему подъезду Да, сюрприз Пока Ну вот и отлично Алло, Наташ А скажи, пожалуйста, ты не знаешь никакой Лизы в окружении Артема? Адрес ее знаешь? Быстро устанавливай и давай к дому Я тебя буду здесь ждать Угу Я уже засветился, а мне очень нужно знать, о чем они будут разговаривать Давай, жду Ну, с другой стороны заедем Ой, ну черт, что же за пакет это делают? Привет Привет В какой-то веке ты меня на свидание позвал? Ага, руку дай На, зачем? Кольцо хочешь подарить? Браслет Это значит всегда вместе? Или идем по жизни рука об руку? Не по жизни, а в полицию Теперь ты во всем сознаешься, дрянь Я все знаю В прошлый раз тебя папочка отмазал, в этот раз не получится Понятно тебе? Я свидетелем буду Артем, о чем ты говоришь? Ты что, с дуба рухнул, что ли? Хочешь сказать, это не ты, Соня, леску, да, натянула? Я твой почерк знаю Пошли Артем, я ничего не делаю, Артем Не вздумай врать, пошли Артем, отпусти меня Пошли Отпусти Алло, алло, папа, скорее выйди во двор Скорее, все увидишь Алексей Викторович, тут кажется, самое интересное начинается Вы где? Наташа, я уже на месте, я все вижу и все слышу Давай, только ни во что не вмешивайся Отпусти меня, идиот Отпусти, я тебе сказала, отпусти Что такое? Папа, этот идиот меня в полицию тащит Даже что из-за меня, Сонька, разбилась Быстро отпустил ее Сейчас прям Что? Осторожнее, размахался, придурок Сейчас дочурку свою уронишь Ты, ты что себе позволяешь, щенок? Ты знаешь, кто я такой, а? Быстро ключи Ах ты ж Ты знаешь, кто мой папа? Он тебе такую райскую жизнь устроит Что тебя ни в один вуз не возьмут Даже в самый загаженный А может тебе рассказать, кто мой папа? И что он вам устроит? Ты что это все начал? Из-за этой тупой Сони? Заткнись, дрянь Пусти меня Ну ты отойди от нее Видели? Папашами меряются Большой сноб и два сноба поменьше И кстати, наручники у них из секс-шопа Куда молодежь катится? Какая ты продвинутая, Наташа Не вся молодежь, не вся туда катится Понятно одно Артем леску не натягивал И он подозревает, что это сделала Лиза Ну, может быть, он просто пытается уйти от ответственности? Не думаю Ну, конечно, можно его альбе проверить Но меня больше всего сейчас Лиза волнует Он сказал, что в прошлый раз ее папа отмазал Вот интересно, что это было за событие От чего ее папа отмазал? Пробить ее по криминальной базе? Да пробить тоже можно Только я не думаю, что это что-либо даст Неужели, думаешь, папаша позволит ее в биографии Хоть какому-то пятнышку появиться? Ну и что тогда делать? Ну, не знаю Сходи к участковому, попробуй его обаять Может быть, он тебе что-нибудь интересное расскажет А я к Соне зайду Хорошо, апельсины я вам оставлю Простите, я тут цветы пересаживаю Вы присаживайтесь Ага, спасибо А скажи, пожалуйста, что за отношение у тебя с Лизой? Честно Ну, а сама-то как думаешь? Конечно, честно По-моему, это она против меня травли устроила Перед самым конкурсом красоты Кто-то бросил мне волосы в жвачку Пришлось ее стригать Потом, когда я пришла в школу на новом платье Кто-то вымазал Парту краской А на физкультуре завязали шнурки кроссовок То есть ты думаешь, что все это ее рук дело? Она это сама не скрывает Перед каждым террористическим актом Сама мне заявляют Мы не хотим тебя видеть в нашем классе Но у тебя не было желания вообще из этой школы уйти? Было Мы даже с мамой это обсуждали Но тогда бы это означало победу этих маленьких снобов Молодец, значит, ты сильный человек Еще мне кажется, что Лизе Нравится Артем Очень нравится А он... А, ну, кажется, я понял Извините Алло Нашли? Да, как мы встретимся? Да, по фотографии Сколько? Ну ладно, что ж поделаешь Алексей Викторович, а вы не могли бы мне одолжить тысячу рублей? Понимаете, я месяц назад потеряла паспорт И девушка обещала отдать за вознаграждение Ну, хорошо На, держи Только тебе не рано еще выходить-то? Нет-нет, это рядом в дворе Встреча через 10 минут Ну, пойдем, хотя мне в другую сторону Соня Фокина упала с роликов, споткнувшись о леску Под подозрение попала одноклассница Сони, Лиза Сокольская Именно она организовала травлю девушки, добиваясь того, чтобы Лиза ушла из гимназии Соня, в сторону! Ай, ай, больно Лиза, ты? Что у тебя во флаконе? Ты говори, говори, а то не сможет тебе помочь Да щелочь! Ай-яй-яй-яй Так, лимон дома есть? Да, конечно Давай быстро, слабый раствор лимона сюда в банки Бегом, вставай, пошли на скамейку Да вон туда, на лавочку Что за шума, драки нету? Ну, вот опять несчастный случай Наверенная вам территория Господи, что же за место такое заколдованное? Да никакого колдовства Кто-то опять леску натянул Леску? Где? Ну, вот здесь, между деревьями А не одолжите свой телефон Я в скорую позвоню А, да я сам наберу Что-то не срабатывает А 112 надо набрать А-а-а Хотя, знаете Не будем отвлекать скорую Там ранения незначительные Сами справимся А, ну вот Телефон у вас крутой Такой, молодежный А что, особенного Дочка подарила Так, ну что, промыли? Ай-яй-яй Молодцы Давай сюда Ай-яй Осторожно Сонь, Сонь, прости меня, пожалуйста Не подавай на меня заявление А то меня посадят Нужна ты мне Ты сама себя наказала, дура Сонь, ну ты ведь знаешь Из-за чего я Лиза, ты не оправдывайся Даже первая любовь – это не оправдание твоих поступков. Ты же лицо ее хотела испортить. Да когда Артем так со мной поступил, я вообще думаю, я ее убью. А, это ты мне позвонила. Узнала, что я паспорт потеряла, и тем самым решила меня из дома выманить. Соня, прости. И леску ты натянула? Нет, а вот леску не она. Если бы не леска, ты бы сейчас так и не увидела под капюшонными очками, кто тебе в лицо брызнул щелочью. Соня, прости меня, пожалуйста. Ладно, сказала, проехали. Так, девчонки, я смотрю, вы помирились. Давайте по домам, а у меня тут дела еще есть. Детектив Насонов дал задание Даниле установить в квартире дворника скрытую камеру. Здравствуйте. А вам кого? Доброе утро. Я представитель провайдера интернет-услуг. Хочу предложить вам более высокоскоростной интернет по более низкой цене. Значит, более дешевый. Совершенно верно. Дед, ну ты прям как этот. Дед. Пусть войдет и расскажет как следует. Ну ладно, заходи. Так вот, кто у нас главный пользователь? Да ладно, Дед у нас тоже крутой юзер. Дед, может проведем, а? Ну ладно, проходи, рассказывай. Все очень просто. Минимум проводов, больше возможностей. Алексей Викторович, я выполнила задание, поговорила с участковым. Очень разговорчивый оказался. Так вот, полгода назад Лиза в маске вампира напугала мальчика на велосипеде. И это видео выложили в интернет. Мальчик упал. Но самое страшное в этой истории то, что мальчик сильно ударился головой, его парализовало, и теперь он не может ходить. Дело возбуждали? Нет, дело в том, что видео быстро пропало, а мама мальчика так и не смогла доказать, что он упал не сам. Наверное, папа Лиза замял. Может быть, об этом деле Артем говорил? Да. Алексей Викторович, я узнал. У дворника, оказывается, есть внук, и он передвигается на инвалидной коляске. И интернет для него сейчас практически как весь мир. На коляске, говоришь? Да, причем внук зовет его не Дед, а Дед. Ну, похоже на тот ник. Так, а ты камеру установил? Да куда там? Ну, сфотографировать успел. Я думаю, может быть, сгонять в то самое интернет-кафе. Может быть, там Деда вспомнят. Молодец. Давай только быстро. Алексей Насонов решил немедленно вызвать Елену, чтобы вместе пойти и поговорить с дворником. Доброе утро, Сергей Михайлович. И вам не хворать. Польщен, знаете, имя мое. Я теперь вообще много про вас что знаю. Знаю, что вы один, понимаете тяжело больного внука. Знаю, что бывший радиоинженер. Неплохо в интернете разбираетесь. Ну, и вообще во всех современных гаджетах. А это вы к чему клоните? Это я к тому клоню, Дед, что это вы натянули леску, об которой споткнулась девочка. Вы выложили видео падения в интернет. Да вы что? Этого не может быть. Может, может. Вы в интернет-кафе заходили, а там пенсионеров немного. Вот вас и запомнили. Ну, как же так, Сергей Михайлович? Что же вам девочки-то сделали? А вы, маму, той первой девочки. Я сейчас все объясню. Я не виноват. Ну, вернее, я нечаянно. Я хотел, чтобы не она упала. Ну, а Лиза-то что вам сделала? А Лиза, как считает Сергей Михайлович, виновата в том, что произошло с его внуком, с Петей. Почему он сейчас в инвалидном кресле? Да, да, виновата. И не только в этом. Отец Лизы, большой начальник и большой сволочь, предложил моей дочери деньги, чтобы замять это дело. Она его выгнала. Вон, вон. Чтобы эти хозяева жизни не думали. Что все можно купить. Она сказала, что пойдет до конца. И что? Через два дня ее насмерть сбила машину, без номеров. И вы думаете, нашли убийцу водителя? Господи. И тогда я сам пошел к этому отцу Лизы. Так он начал меня пугать своей охраной. И после этого вы решили взять правосудие в свои руки? Да. А вашу дочку я просто перепутал. Простите бога ради. Ведь они слезы в одном месте катаются. Знаете, при всем сочувствии к вашему горю, я не могу одобрить ваших методов. Я же ведь не знал, что делать. Надеюсь, они не посадят меня в тюрьму. А то ведь за Петенькой ходить будет некому. Так что ж вы об этом раньше-то не подумали? Да! Дворник Михайлович осужден на один год условно. Соня и Артем разместили в интернете историю Пети. На открытый для него счет стали поступать деньги. Пете предстоит операция в Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Уважаемые Полина Николаевна и Кирилл Михайлович. Так, молодежь, давайте отсюда. Давайте, давайте. Большаков Кирилл Михайлович? Я. Вы арестованы. Руки. Вы в своем уме? Что происходит? Полина, это какая-то ошибка. Кирилл! Кирилл! Кирилл, стой! Девушка, что случилось-то? У меня с женихами полиция прямо из ЗАГСа выла. За что? Не за что. У меня маленький будет, я беременна. Ну, девушка, ну разве плакать нужно? Нужно действовать. Моя фамилия Лукин, я частный детектив. Возможно, я смогу вам помочь. Ну, давайте, садитесь в машину. Давайте, давайте, надо действовать. Вот, возьмите, пожалуйста. Спасибо. Мы с Кириллом знакомы около года. Он работает слесарем в автосервисе. Мне сказали, что якобы мне повезло, что я не связала жизнь с этим уголовником. А какой он уголовник? Когда знал, что я беременна, предложил замуж выйти. И вы ничего такого о нем не слышали? Какого такого? Да он последнюю рубашку отдаст. А перед свадьбой две смены работал в этом своем автосервисе. Послушайте меня, Полина. Если у вас жених ни в чем не виноват, то мы постараемся восстановить справедливость. Но вам нельзя нервничать, вам о ребенке надо думать. Идет? Идет. Только вы, пожалуйста, помогите ему. Его ведь защищать больше некому. Он деддомовский. Ну, мы постараемся. А сейчас мои ребята вас домой отвезут, а я в полицию. Да, конечно. Пойдем. Да. Добрый день. Моя фамилия Лукин, я частный детектив. Моя клиентка – невеста. Задержанного сегодня Кирилла Большакова. Хотелось бы узнать, за что его задержали. Ну, присаживайтесь. Спасибо. Большаков. Большаков. А вы хоть в курсе, что он два года в розыске? Мы бы его еще 10 лет разыскивали, если бы он в ЗАГСе свой паспорт не засветил. Да, если не секрет, в чем его обвиняют? 158-я, 162-я, угон, разбой, нарушение паспортного режима. Ну, в общем, целый букет. Да, нехило. А могу я с этим Большаковым поговорить? Ну, пока можете. Вы меня прям пугаете. Почему пока? Ну, пока мы не этапировали его помест с совершением преступления. Он ведь не у нас стажировался. Михалыч, Большакова ко мне. Все, Михалыч, спасибо. Свободен. Добрый день, Кирилл. Здравствуйте. Меня зовут Игорь Петрович, я частный детектив. Ко мне обратилась твоя невеста, Полина Денисова. Подвел я Полинку. Что с ней теперь будет? Это лучше ты нам расскажи, что с тобой произошло. А что? Ты присаживайся, присаживайся. Жил я тогда в городе Климовске. Не ехал к девушке одной, Светке Свистуновой. Я три года сох по ней, она меня все время динамила. И тут вдруг звонит. Приезжай, жду, чтобы через полчаса был. Стал голосовать. Ни одна зараза не останавливается. Ни автобусов нет, ни маршруток. И тут вдруг рядом машина одна тормознула. И говорит, а угоник ты меня, мил человек, от злого хозяина, да? Там три мужика сидят. Прошу, подвезите. Они вышли из машины и говорят, а мы уже приехали. А если тебе так уж приспичило, езжай. И водила их, ключи мне в руки, хлоп, а сам смеется. Слушай, тебе бы передачу эту вести, знаешь, очевидное невероятное. Не хотите не слушать, я детективу рассказываю. А, ну-ну, давай, давай, гони дальше. Ну я и поехал. А резина на машине лысая, а на улице каток. Ну я с одним столбом и поцеловался. Передок в смятку. Головой я тогда сильно ударился. Ну и дверь переклинила. Тут меня и взяли. Вообще-то, Кирилл, ты меня извини, но действительно, в твою историю как-то не очень верится. Угу. Ты как сбежал-то? Меня в больнице под охраной привезли после аварии на освидетельствование. Ну я понял, что оттуда меня сразу в СИЗО. А там и до зоны недалеко. Вот и сбежал. И потом больше года прятался. Думал, что все уже забылось. Оказалось, что нет. Да уж, история. Ну ладно, все ясно. Ну, в общем, как говорится, дело ясное, что дело темное. Просто фантастическая история. Нет, ну вот вы мне скажите, по вашему мнению, похож он на бандита или нет? Ну, в угон я еще могу поверить, а вот в разбой как-то не очень. Парень сирота. Рос в детдоме. Учился в училище на автослесаре. В общаге жил. В общем, так, я думаю, Анют, оставайся здесь на телефонах, Егор. А мы с тобой все-таки поедем в Климовск. И прокатимся по местам боевой и трудовой славы нашего героя. На следующий день детектив Лукин и его помощник Егор ехали в город Климовск. Ситуацию обрисовать. Алло, Полина, здравствуйте. Это Игорь Петрович беспокоит. Кирилл сейчас везут в Климовск. Там на него уголовное дело завели. Будут проводить следственные мероприятия. Мы с моим помощником туда же выдвигаемся. Нет, никого Кирилл не убивал. Да успокойтесь, вам волноваться нельзя в таком положении. Мы постараемся на месте во всем разобраться. И сразу вам позвоним, сообщим, что да как. Как же она за своего жениха-то борется, а? Молодец, девчонка. Во время регистрации брака в ЗАГСе арестовали Кирилла Большакова, слесаря автосервиса, обвиняемого в угольной автомобиле и соучастии в ограблении пункта обмена валюты. Его невеста Полина обратилась за помощью к детективам. Большаков своей вины не признает, но все улики против него. Приветствую, гражданин начальник. О, привет частному сыску. Что, опять бандита вызволять приехал? Ну какой он бандит, я тебя умоляю, а? Пацан еще, молоко на губах не обсохло. Ой, я сейчас заплачу. Невинный младенец. Кстати, у нас есть отпечатки пальчиков твоего Большакова. И знаешь, где мы их обнаружили? На руле той самой машины, на которой бандиты приехали грабить обменник. Так он и не отрицает, что был в этой машине. Но это еще не доказывает, что грабил тоже он. Ну, грабил, не грабил. Ну, соучастие. 158-я плюс 162-я. Он что, в бега-то кинулся, твой Большаков? Не в том месте улицу перешел? И как он так лоханулся, сунулся со своим паспортом в ЗАГС? Ну, не захотел он свою невесту обманывать. Понимаешь, это положение она. А, он честный, значит. Лично я в благородных разбойников не верю. Ванила. Проанализирует статистику ограблений пунктов обменной валюты за последние два года. Ну, хорошо, я сделаю. Вот что, Кирилл, скажи мне, как все это время ты жил без паспорта? Да, братан мой двоюродный, Кирюха одолжил. Подожди, как ты одолжил? Дал поносить, что ли? А сам он как без паспорта? Он через неделю после тех событий в Загранку уезжал на два года. Зачем ему там российский паспорт? А на фото мы с ним чуть ли не на одно лицо. И зовут одинаково. Понятно. Скажи, Кирилл, ты знал, что машина, на которую ты врезался в столб, находится в розыске? Это я потом понял. Да я вообще тогда мало что соображал. Он боялся, если опоздаю, Светка больше меня не позовет. Я тогда подыхал по ней. Вот что, Ромео, ты хоть понимаешь, что тебя обвиняют в соучастии, в ограблении, обмену пунктов валют? А может, я и в папу римского стрелял? Ну, знаешь что, не в твоем положении шутить. Вот тебе задания на дом. Постарайся вспомнить в мелочах весь тот день, особенно вечер. Возможно, я и смогу доказать твое алиби. Хорошо. Поехали, опросим свидетеля. А кто у нас свидетель? Шапкин. Кассир-обменник, который два года назад грабанул. Детективы нашли кассира Шапкина по его местожительству. Добрый день, это мы вас беспокоили. Здрасте. Ну, что, почти два года прошло. Я уже все сто раз следователю рассказывал. Ничего нового поведать не могу. Ну, и все-таки, может, какие-то детали всплывут? Ну, вломились два балла в масках. Охранника Юрку сразу кастетом саданули. Он потом в больнице с месяц лежал. Ну, вы дальше-то? Ну, что, сунули мне в рожу пистолет и потребовали всю наличку. Что же вы им вот так вот безропотно все отдали? Отдал, конечно. Я не Рэмбо какой-нибудь. У меня дома жена, дети. Посмотрите, узнаете? Я же говорю, все в масках были. Так это же мальчишка совсем. А те здоровенные мужики лет по 30. Продолжайте. Ну, выбежали они, значит, и в машину. Иномарка. Номер я запомнил. К-458-ОТ. Ну, год получается. Ну, а водил их с места сразу даванул по газам. А вы случайно не запомнили, как выглядел водитель? Ну, его я как раз и не разглядел. Стекла тонированы, и дело было под вечер. Все, больше ничего не знаю. Мы с женой на дачу собрались. Некогда мне. Нань, какие там новости? Игорь Петрович, я все узнала. Сейчас, секундочку. Так. Ну, в общем, за последние два года у нас ородует одна и та же банда. Действуют они по одному и тому же сценарию. Используют угнанную машину, которую потом бросают. Ага. А где они гастролируют? Ну, радиус их действия небольшой. Примерно 100-150 километров. Ну, ородует трое человек. Один сидит за рулем, а двое грабят. Оба крепкого телосложения. Действуют всегда в масках. А, кстати, я еще пробила адрес Светланы Свистуновой, которую упоминал Большаков. Осенняя 25, квартира 15. Понял. Спасибо за информацию. Будем на связи. Значит так, отправляйся к Свистунову и поговори с ней. Улица Осенняя 25, квартира 15. А я в СИЗО. Вы ко мне? Ну, если вы Светлана Свистунова, то я к вам. Проходите. Меня зовут Егор. Я помощник частного детектива. Скажите, пожалуйста, имя Кирилл Большаков вам о чем-нибудь говорит? А он вам зачем? Ну, ведь он к вам приезжал в тот день, когда попал в аварию. Ну, так он до меня не доехал. А потом я узнала, что он в розыске. А Светлана, скажите, пожалуйста, а почему вы вдруг решили именно в этот день его внезапно увидеть? Ко мне тогда мой бывший парень заехал, сильно податый. Я его не впустила. А он стал в дверь ломиться, как ненормальный, ругаться стал. А у меня мать с работы должна была вернуться. Вот она бы мне пенделей надавала. То есть, получается, Кирилл вам был нужен в качестве вышибалы? Вроде того. Он, конечно, не ванда, но кулаками махать тоже умеет. Ждала я его тогда. Ждала, а жутко разозлилась. Скажите, пожалуйста, а во сколько вы ему звонили? Около пяти. Да, подвели вы его под статью, Светлана. Кирилл, постарайся вспомнить, где ты находился в тот момент, когда тебе позвонила Свистунова? Дома. Ну, то есть в общаге. Суп разогревал. И это кто-то может подтвердить? Да нет. Из ребят никого не было. Значит, у тебя был выходной? Нет. Я до четырех на работе был. Машину ремонтировали. Клиент один по пианалочке машину в хлам раскокал. Так. А это можно как-то проверить? Конечно. Фирма, поехали. На Володарского, 10. Да! Я когда к Светке бежал, на остановке училка наша стояла. Она мне что-то крикнула. Точно! Видела она меня! Как ее найти, не подскажешь? Осенняя, 18. Квартира 12. Извините, скоро дочь должна с работы... Лукин наведался к бывшей учительнице Кирилла Ольге Луговской, которую по счастливой случайности застал дома. Игорь Петрович, а что, Кирилл действительно что-то серьезное натворил? Да уж серьезнее некуда. Ольга Андреевна, Большаков утверждает, что 12 января позапрошлого года вы видели его на остановке. Он тогда еще куда-то торопился. Да, было. Было такое. Я еще удивилась. Такой сильный гололед, а Кирилл несется, как угорелый. Да он бы меня и не увидел, если бы я его не окликнула. А он тогда не сказал? Ну, куда он так спешил-то? Он должен был с кем-то встретиться и очень боялся опоздать. Я ему еще сказала, куда ты так разогнался, упадешь. Но тут подошел мой автобус, я уехала. Дочь тогда попала в больницу с подозрением на аппендицит. Ольга Андреевна, а вы не припомните, ну, хотя бы приблизительно, в котором часу это произошло? Ну, почему же приблизительно? Это было в 16.40, 16.45, не позже. Такая точность, вы уверены? Все-таки почти два года прошло. Ну, это учительское чувство времени. В больницу пускали до 17.30, я торопилась, а ехать 7 минут. А что вы можете о Кирилле рассказать? Ну, как о человеке. Вот это мы с ним намучились. То драка, то прогул. А то, знаете, еще было, это он в восьмом классе учился. Перед мэрией все розы на день рождения, свисту новой оборвал. Спасибо вам. Пожалуй, пойду. Хорошо. Во время регистрации брака арестовали Кирилла Большакова, обвиняемого в угоне автомобиля и ограблении пункта обмена валюты. Опрос свидетелей, бывшей подружки Кирилла и его школьной учительницы, дает основание полагать, что Большаков в момент ограбления находился в другом месте. Вот, Сергей Сергеевич Калинин, этот документик. Согласно этой справке, Большаков 12 января, ну, то есть, когда грабили обменник, находился на работе до 16 часов. А в момент ограбления его видели совсем на другом конце города. Он что, был на приеме у мэра? Бывшая учительница Большакова увидела его на автобусной остановке, и она это может подтвердить. Да она могла перепутать и день, и час. Кстати, в Европе, если учитель отработал в школе больше 15 лет, его показания в суде вообще не учитываются. Ну, это не в Европе, а в Америке. Да мы с тобой в России живем. Ты мне скажи, зачем этим матерым бандюгам связываться с пацаном, а? Зачем им так рисковать-то? Но отпечатки пальцев Большакова на руле есть? Есть. И еще, никто не видел, кто сидел за рулем машины в момент ограбления. А вот здесь ты ошибаешься. Есть свидетель. Это знаешь кто? Большаков. Твой Большаков, чтобы не сесть в тюрьму, скажет, что за рулем сидел я. А обменник грабил ты. Сергеич, ну я тебя прошу. Ну допроси ты Большакова еще раз в моем присутствии, а? Ну что же, поехали. Ты меня извини, а? Это срочно. Полина, вы где? С вами все в порядке? Да, я здесь, на железнодорожном вокзале. Извините, я больше не могла сидеть и ждать у моря погоды. Что с Кириллом? Вот что, никуда не уходите. Будьте на месте, сейчас мой помощник вас заберет. Ждите его у главного входа. Алло, Егор, слушай меня сюда. Отправляйся на железнодорожный вокзал. Там у главного входа будет тебя ждать Полина. Заберешь и привезешь к СИЗО. Действуй. Большаков, ты видел тех бандитов, которые подозреваются в ограблении пункта обмена валюты? Ну, видел. Там трое было. Одного я в лицо запомнил, а двое других смутно. Помню только то, что амбалы. Качки вот такие. Приметы запомнил? Водителя запомнил. Был у нас один такой чел в школе с зайчьей губой. Это тоже что-то вроде такое. Только вроде как оперировали. Рубец вот такой от губы к носу. Ну, еще что-нибудь. Тут каждая деталь важна, понимаешь? Вообще, он приколист такой. Ключи мне в руку, плюх и говорит. Иди ежиков паси. Это у него типа поговорка такая. И еще. Нос у него вроде как боксерский. Ну, знаете, приплюснутый такой. Вдавленный, что ли. Как там, Полина? Что вы ей про меня рассказали? Да не до нее сейчас. В общем, так. Пойдешь составлять фотороботы предполагаемых преступников. И смотри там, не сочиняй ничего. Понял? А вы меня напонял, гражданин начальник, не берите. Кирилл. Это ты что, в камере что-то блататы нахватался? Иди давай, иди. А Полина в тебя верит. Со слов Кирилла составили фоторобот-грабители. Ориентировки разослали. Ну, в банки, в обменники, на вокзалы. А на автозаправке, автостанции? Да разумеется. Ань, я тебя попрошу, включи свой аналитический ум. Постарайся вычислить, когда будет следующая рецидив и где. Ну, понимаете, некоторая закономерность в их передвижении, все-таки есть. Да. Что? Ничего себе. Хорошо, мы едем. Аня, у нас хорошие новости. Едем в следственный комитет. Все, отбой. Давай, заканчивай перекус. Ну, вы просто как в воду глядели. Взяли этих деятелей, которые у нас менял-подаели. Это что ж, так оперативно сработали? Ну, это только в кино. Все быстро и гладко. А в жизни все гораздо сложнее. Эта банда была в разработке у оперов соседнего города. Ну, кто-то там слил информацию, словом, взяли Маню на кармане. С поличным? Двоих с поличным. А того с Заячей губой за баранкой. Да, твой пацан на очной ставке его опознал. Молодцы. Лихо сработали. Как говорится, готовьте дырочки для звездочек. У нас с Большаком теперь что делать? Парень-то не виноват. Ну, что делать? Решаю не я, а суд. Ну, 158-ю и 162-ю мы с него, конечно, снимем. А вот по 166-ю ему отдуваться придется. Да, и паспортный режим твой Большаков нарушил. Ну, как говорится, и на том спасибо. Можно этому Большакову хоть свидание с невестой устроить? Нет, пожалуйста. Хоть сейчас. Ну, спасибо. Спасибо. В тот же день Кирилла освободили из-под стражи. Полина, а может, с нами поедете, а? На машине. Чтобы на билет втратиться. Поехали. Вместе веселей, да и безопасней. Да какое там веселье. Если я каждые 15 минут буду просить вас останавливаться. Понимаете, меня укачивает. Поздно ее уговаривать. Вон уже Кирилл с билетами бежит. Смотри, нижняя полка в середке. Как ты любишь. Молодец. А ты-то где? Не на боковушке? На ней, родимый. Но зато рядом с тобой. Можете водички в дорогу взять? В отправлении через полчаса. Давай. Только давай быстрее. Я так соскучилась. Давай. Водички без газа, пожалуйста. Уважаемый, где Витя документы? Да он в розыске. Куда? Пойдем, пойдем. Отставить, отставить я сказал. Кирилл? Что они делают? Кирилл? Спокойно, спокойно, спокойно. Все хорошо, все хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас водички принесем. Спокойно, спокойно. Представляешь, эти деятели забыли Большакова убрать из базы. И он у них до сих пор чествует себя в розыске. Хорошо, что мы с Егором рядом оказались, а то замели бы парня опять. Да, надолго он запомнит свидание. Ну, с этой, какой там? Со Светой Свистуновой. Да, точно. А знаете, а мне этот Кирилл очень даже понравился. О-о-о-о-о! Что? Ну что, настоящий гусар, рисковал ради девушек. Между прочим, сейчас таких очень мало. Да, погорел парень на женщинах. Ой, да ну. Вон, смотрите. Здравствуйте, молодежь. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы, это, пришли, вот. Спасибо вам большое. Если бы не вы, растила бы я ребенка одна, без отца. Да, спасибо вам большое. Я тоже очень боялся, что Полинка одна будет воспитывать. Будет какой-нибудь хулиган, как я. Или хулиганка. Вот еще. Мы хотели вас пригласить. У нас послезавтра свадьба. Вот это да. О, свадьба, это замечательно. Что у нас послезавтра? Да какая разница, Игорь Петрович, послезавтра у нас свадьба, да, Аня? Да, я только недавно такое красивое платье купила. Думала, куда его одеть. Оказалось, на свадьбу. Ну что ж, только что в этот раз вам одели кольца, обручали, а не браслеты. Типун вам на язык, Игорь Петрович. Бандиты, ограбившие обменник, получили большой срок и отбывают наказание в колонии строгого режима. У Полины и Кирилла родилась дочка. Большаков старается дать своей дочери то, чего сам был лишен в детстве. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. В тот день детектив Насонов заезжал в суд по недавно завершенному делу. Отдав документы, он вышел на улицу и стал свидетелем драки. Я не стягиваю, я вашему сыну не отец. Отец не отец заладил. Стерва. Я тебе покажу, как честная женщина. Да провалитесь вы оба. Супруга ваша? Не дай бог. Все еще хуже. Здесь какая-то ошибка. Написаны алименты. Зинаида Пахомовна утверждает, что вы отец ее сына Дмитрия. Чего? Да я впервые ее вижу. Я тебе покажу, впервые вижу. Ульяша, я сейчас на совещании. Попозже перезвоню, хорошо? Пока. А Зинаида Пахомовна утверждает, что ребенок от вас. Бред. Ну сколько ему нет? Сколько лет ребенку? Пять. И за пять лет ни копейки. Назначу генетическую экспертизу, а там посмотрим. Экспертизу? Точно экспертизу! А знаете, может и от меня. Но не мой. Я донор. Понимаете, я донор. Какой еще донор? Я был донором шесть лет назад в центре репродукции. Но при чем тут алименты? Я же договор подписывал. С собственными руками подписывал договор. Не знаю о никаких центрах. Сынка зацарась. Это жмот. Понимаете, мне через неделю поваром в посольство ехать. Если начнется это канитель с алиментами, то прощай, работа. Закон донора защищает. Если Осьмухина была клиентом центра репродукции, то отвечать будет Ананевой. Если у Ульяны жена узнает, то все, конец. Я больше Сашку с Машкой никогда не увижу. А вы жене про повестку рассказывали? Да я ей даже про донорство не говорил. Девчонки были маленькие, деньги были нужны. А муж Ульяны ходил налево. Ага, больная тема. Она ни за что не поверит. Такую дичь. Вот. Вот договор. 2007 год. Вот вылип, мужик. А я не верю в Острецову. Мне кажется, донорство – это прекрасная отмазка. Очень удобно и от жены скрыл. А как он объяснил появление денег? Подработкой на банкетах. Ладно, дождемся результатов экспертизы. И знаете что? Хорошо бы узнать, была ли я смущена пациенткой центра репродукции или нет. Ну, это очень сложно установить. Это же суперконфиденциальная информация. Вы кто? Здравствуйте. Я частный детектив. Я насчет Арсения Встрецова. Здравствуйте. Дело об элементах. Присаживайтесь. Вот, полюбуйтесь. Ну вот. Отец ребенка у Острецов. И даты совпадают с его работой в центре репродукции. Мужчины изобретательны, когда скрывают свои похождения. Думаете, договор освободит его от обязательств? Ну, только перед клиентками центра. Например, перед Зинаидой Асмухиной. Она никогда не была клиенткой центра репродукции. Ну, что, есть результат экспертизы. Отец ребенка увы. Только... Только вот такой вопрос. А... Ну, мальчик не мог появиться естественным путем? Ну, дело в том, что Зина-то в центр не обращалась. Даже вы мне не верите, да? Нет от вас никакого толка. Арсений! Да подожди! Подожди ты! Нервы лечить надо. Вастрецов, телефон у меня в машине оставил. Так, ладно, давайте разбираться. Значит так, девочки Вастрецову родились 12 января 2007 года. Отмечаем. Митя Асмухин родился 23 марта 2008 года. Ну да, 9 месяцев назад это был июль. А с января 2007 года Вастрецов работал в центре. Значит, сходится. Ну да, получается, летом девочкам было по полгода. Ну, жена занималась с детьми и мало внимания уделяла мужу. Алло, Арсений? Детектив Насонов. Детектив? Почему у вас телефон моего мужа? Понимаете, я сейчас вам все объясню. Он телефон у меня в машине оставил. Откуда у Арсения детектив? О, вот он вернулся. Сейчас разберемся. Арсений, можно тебя на минутку? Так, ну все, кажется, я спровоцировал семейный скандал. Ладно, пойду разбираться. Насонов объяснил происходящее Ульяне Вастрецовой. Как и обещал, он не упомянул, что Арсений подрабатывал в центре репродукции. Мы предполагаем, что Осьмухина – это мошенница. Но чтобы ее разоблачить, необходимо собрать доказательства. Она говорит, что роман у них произошел летом 2007 года. Седьмого? У нас Манька с Санькой совсем маленькие были. Я же говорю, бред. Подожди. Вы у бабушки жили. Мне пришлось тогда временно выйти на работу. Арсений один с малышками не справлялся. Они все лето жили у моей мамы. А где именно? Во Владимирской области. Точно, как я мог забыть? У нас даже фотографии есть. Вот. Да, Алексей Викторович. Ну что, сдвинулись мы с мертвой точки, а в 2007 году Арсения в городе не было. Так что, получается, Зина врет? Да она не просто врет. Возможно, кто-то удалил документы Зины из базы данных центра. Понятно. То есть мы ищем кого-то из центра репродукции в окружении Осьмухина. Вот именно. А Данила пусть пока съездит к Зине. Может быть, соседи ему что-нибудь интересное расскажут. Сейчас отправлю. Все, давай. Данила! Данила, я не тебе пирожное покупала. Ну, я же тебя одно оставил. Зинаида Осмухина утверждает, что отец ее сына Арсений Вострецов. Экспертиза подтверждает это. Но Арсений – донор центра репродукции. Детектив Насонов уверен, что Зинаида затеяла аферу. Ведь по документам она никогда не числилась клиенткой центра. Зинаида Зинаида Здравствуйте. Здравствуйте. А давайте я вам помогу. Ну, помоги ей, если ей делать нечего. Че-то надо? Ну, да. Я, я насчет Зины Осьмухиной. Вы же знаете ее? Ну, конечно, она знает. С соседнего дома. Да, папаша, сколько ж тебе лет-то, а? Не, ну, Зинка вообще дошла, до пацанов опустилась. У вас же, ну, знаешь, ты тоже хорошая. Явился, не запылился. Ну, я-то не запылился, только я насчет Мити, ну, с другой стороны. А-а-а, так ты тренер, что ли? Ну, так сразу бы сказал. Сумки-то до квартиры донесешь? Ну, вот. А про Зинку-то я тебе много могу рассказать. Ну, баба она хорошая, вздорная, правда. А Митька уважительно растет. Знаешь, такой добрый пацан. Да че мы встали? Пошли. Зинка на Митином футболе в конец помешалась. Так что заплатит, как миленькая. Вы же по поводу денег? Ну, да. Сколько она в него вбухивает, жуче. Это обувь, это форма. Тут еще собралась в Москву ехать, показывать его кому-то. Вы-то сами из Москвы? Да. Вы варенец-то берите. Спасибо. Сама варила. А что с Митиным отцом? Да это толком не знаю. Зинка с ним носится, он с Митей, как с писаной торбой. Французские, английские рисования, футбол, конечно. Сейчас еще переживание, что формы нет, в сборную не возьмут. А все деньги нужны. А тут недавно смотрю, приоделась, так на меня сверху вниз поглядывает. Говорит, нашла деньги. Митин папаша за все заплатит. Ну, ходила где-то месяц, так вот, гоголем. А потом раз, как отрезала. Деньги отрезала? Не знаю. Наверное, смылся папаша. Но Зину надо знать. Она походила туча-тучей, а потом все наладилось. Не знаю, может быть, где-то хвост ему прищемило. А может, через суд. Ну, вы вареница-то ешьте. Спасибо. Помощник детектива Даниил рассказал детективу о разговоре с Евой, соседкой Зинаидой Осмухиной. Сдается, у меня папаша-то не один был. Даниил, видимо, хотел спросить, как это? Я правильно поняла? Я предполагаю, что Зинаида уже пыталась получить алименты только с другого человека. Но в центре репродукции не говорят ведь имя донора, только внешность, национальность и группа крови. Она что, решила всех доноров по очереди перебрать? Надо выяснить, в каких еще процессах Осмухина выступала истцом. Алло, Григорьевич, приветствую. Ох, брат, извини, ни по делу не получается. Слушай, нужна информация. Значит, есть такая гражданка Осмухина. Надо бы выяснить все гражданские дела, по которым она проходила, как истец. Сможешь? Через час информация из судебных архивов была у детектива. Зинаида Осмухина уже выступала истцом в деле о взыскании алиментов. Ответчиком был некий конюшок Юрий Леонидович, 79-го года рождения, кандидат физико-математических наук. Здравствуйте! Юрий продавец-консультант. Интересуетесь, чем могу помочь? Очень рекомендую эту машину. Просто зверь. Под нее девчонки просто сами будут падать, падать, падать. Понимаете? Посмотрите, какая подвеска. Попробуйте сами, а? Вы же ни одну нашу колдобину не заметите просто на дороге. Поверьте мне. Юр, подожди, подожди. Ты не узнаешь, что ли, меня? На моем месте были на физической конференции. Диссертацию ты защищал. Ну а что у меня от диссертации? Да-то фон у нее. Вон, тачки продаю. Зарплата, конечно, черная, но зато никаких тебе налогов, никаких тебе алиментов. Так что предлагаю вам сразу тест-драйв. Пожалуйста. Пожалуйста. Ключи в замке зажигания. Прошу вас. Остороженько. Вот. Удобно, правда? Данил, смотри. Я скачала фото конюшка из социальной сети. Гляди. Они же совсем не похожи. Ей что, внешность была не важна? Да, как будто Зина просто случайно пальцем кнула в анкеты. Конюшок – кандидат наук, а Выстрецов – повар. Ну да. Странно. И почему она не знает, кто отец? Она же не могла сделать две процедуры. А что, были проблемы с алиментами? У меня проблемы. Это у нее были проблемы. Баба чокнутая наехала, говорит, ты моему сыну отец, давай деньги. Нормально так? Ну, что, вылезаем? И что? Ну, а что? Сделали экспертизу. Оказалось, немой. Повезло. Нет, ты не понял. Я – донор. Я безвозмездно отдаю свои здоровые гены на благо всему человечеству. Но при условии полной свободы от брака и алиментов. Значит, обошлось. Да обошлось-то оно обошлось. Только все равно что-то там не чисто в этом центре. Мне уж потом, после всей этой истории, Лариса звонила и спрашивала, не шантажировал ли меня там кто. Понимаешь? А Лариса – это кто? Лариса – это как раз вот та самая медсестра по донорам. Такая сердитая. Замужем, наверное. Они все замужем. Сердитые. А фамилию-то ее не помнишь? Не, не помню. Ну, что, будешь звери-то брать, а? Я тебе скидку сделаю. Как брату по разуму, а? Ну, я подумаю. Ну, давай, бери. Ну, что тут думать-то? Конечно. Ты, как всегда, поступила по-своему. Хорошо, что еще детей не нарожали. Я тебе еще раз говорю. Не смей пускать его обратно. Сколько он тебе крови выпил? Сколько лет он измывался над тобой, а ты готова все простить? Ну, что, мамочка? Я перезвоню. Частный детектив. Дело об алиментах. Дело закрыто. Решение я пришлю в Острецову. Да не совсем. Почему вы не сказали, что Осьмухина уже пыталась получить алименты только с другого человека? Вот, взгляните. Фамилию судей здесь узнаете? Я не намерена отчитываться о прошлых делах. Странная история получается. Ребенок тот же самый, а отец уже другой. Вам не кажется? До свидания. Я, конечно, не хочу вмешиваться в вашу личную жизнь, но надеюсь, что она не повлияет на ваше решение. Вы на что намекаете? Я ни на что не намекаю. Я с полной ответственностью вам заявляю, что госпожа Осьмухина затеяла аферу. Я найду доказательства. А от вас, я надеюсь, будет объективное решение. До свидания. Детектив рассказал помощникам о своей встрече с физиком Конюшком, а также о его словах о некой медсестре Ларисе из Центра репродукции. Так что я думаю, что эта Лариса в курсе вот этой аферы. И я даже подозреваю, что это Зина украла у Ларисы эти образцы. Так вот почему у доноров разная внешность. Зина просто взяла, до чего дотянулась. Центр, конечно, не алмазный фонд. Но что, простая женщина приперлась и вот так вот украла контейнер? Вот именно. Кого попало, к образцам не подпустят. Значит, это Лариса, Зиня, родственница, подруга, соседка. Отправляйся ты к Зининой соседке чай пить. Как ее там зовут, Ева? Что-то ты ко мне зачистил. Никакой ты не тренер. У тебя к Зине свой интерес. Ну-ка рассказывай. Ничего ты от вас не скроешь. Я помощник частного детектива. Гадости будешь на Зину собирать? Компромат. Да нет, ну что вы. Мне бы найти Зинкину подругу Ларису. А, черная кошка между ними пробежала. Уже месяц не показывается. А вы фамилию не подскажете? Да не знаю. Слушай, иди к Зинке ты, не цепляйся. Она ведь как человек-то хорошая. Ну, только на митьке своем немного повернутая. Зинаида Осьмухина утверждает, что отец ее сына Арсений Вострецов. Она не была клиенткой центра репродукции, где подрабатывал донором Арсений. Но детектив выяснил, что Зинаиде могла помочь бывшая подруга, медсестра центра Лариса. У Зины в телефоне должен быть номер Ларисы. Вряд ли она ее удалила после ссоры. А давайте я сумку у нее выхвачу, а вы подбежите и ее отберете. Я тебя отмазывать не буду. К тому же Зина меня видела, а она барышня подозрительная. Вот она. Так, тогда план Б. Давай. Извините, пожалуйста, а можно позвонить с вашего телефона? А то мой сел, надо просто срочно позвонить шефу, отчитаться, а то уволят нафиг. Разговоры денег стоят. Я вам заплачу. И аппарат мой возьмите. Он дорогой, как залог. Спасибо большое. Помощник детектива Даниил нашел в телефонной книге номер телефона Ларисы и переслал Алексею Викторовичу. А также он заметил торчащую записку в чехле телефона, которую незаметно взял. Да, Алексей Викторович, это я. Нет, я звоню с чужого номера. Нет, все в порядке. Да, подписали. Завтра? Хорошо. Спасибо вам огромное. Выручили. Спасибо. Спасибо. Телефон у Ларисы выключен. Смотрите, что я надыбал. Стащил, что ли? Так, Старозубов, Конюшок, Вострецов. Так, Конюшок, вычеркнут. С ним у Ларисы ничего не вышло. Старозубов, иск не предъявляли. А может, он в другом городе живет? Или помер уже? Ну да. Давай, возвращайся в офис. Пусть Наташа выяснит, кто такой этот Старозубов. А я попробую у мобильного оператора вычислить адрес Ларисы. Ну что, договор на Ларисе номер телефона закрыт. Все. А что, если позвонить в центр репродукции и позвать медсестру Ларису? Значит, в центре по телефону никаких справок не дают, персонал к телефону не подзывают. Значит, ты сейчас отправляешься в центр, там на месяц ориентируешься. Давай. Вы ко мне? Обожаю этот роман. Вы любите любовные романы? Ну, а почему и нет. Я... Я влюблен. И вы моя последняя надежда. Вы верите в любовь с первого взгляда? Конечно. Я недавно подвозил до работы Ларису, вашу медсестру. И это было как... как... как стихия. Как стихия, которая обрушивается и поражает сердце. Очень... очень сильно пишет. Да. Все... все как у меня. Да. Не ем, не сплю. Вечерами караулю около вашего центра, караулю Ларису. Но она... она исчезла. Да ладно. Эх, почему вся романтика другим достается? Ларисы, говорите? Медсестра? Алексей Викторович! Ясно, почему фамилия Старозубова вычеркнута. Он защитил диссертацию, написал две монографии и уехал за границу. Ну, все логично. Одного не достать. С другим экспертиза не сработала. А третий... Слушай, так я не понимаю, почему их трое-то? Странно. Ни одной Ларисы нет. Вы уверены, что ее Ларисой зовут, а? Точно. А, вот. Уволилась Лариса ваша. По-собственному. Месяц назад. А не старовата ли она для вас? Да нет, она... она очень, очень хорошо выглядит. А телефон, адрес дадите? Да, конечно. Записывайте. Конфиденциально. То есть мы считаем, что Зина украла пробирку Ларисы? Да нет, я думаю, что Лариса сама помогла добровольно своей подруге Зине, а потом испугалась, что ее поступок вскроется и уволилась. То есть сейчас главное Зину остановить. Я думаю, Лариса нам в этом поможет. Алло, Лариса, здравствуйте. Меня зовут Алексей, я частный детектив. Насонов убедил Ларису помочь с разоблачением Зинаиды. Я недалеко. Через две минуты буду у тебя. Спусти, Зин. Зинаиды, я так больше не могу. Я вся измучилась. Не надо было нам эту историю затевать. Ты же людям жизнь ломаешь. Опять заладила. Да мне плевать на людей. Главное, чтобы у Митеньки было все самое лучшее. Только бы судья заставил этого лопуха алименты платить. Ты же и меня предала. Я из-за тебя с хорошей работы ушла. Все время боюсь, что за мной полиция приедет. Да потому что дура. Зинаиды, хватит. Сейчас мы пойдем к судье, вы заберете свое заявление. Ну и заодно расскажете про свое художество. Чего? Ларка и ты молчат, он тебя в тюрьму упечет. Я вас упеку, если вы будете продолжать так себя вести. Вы уговорили Ларису помочь вам с рождением сына. А потом еще данные доноров узнали, чтобы алименты с них выбивать. Я мать-одиночка. Почему кому-то все, а Митике ничего? Мальчику надо получить образование. Ну не ценой же мошенничество. Я уверен, Лариса Андреевна даст показания. С таким грузом жить она не будет. Кстати, а почему доноров было трое? Для надежности? Я взяла материалы трех образцов. Понемножку, чтобы не заметили. А потом подумала, пусть решает судьба. Арсений Вострецов с семьей выехал за границу и работает в посольстве. Он не стал привлекать Зинаиду к ответственности. Зинаида забрала исковое заявление из суда. Митя по-прежнему занимается футболом.